Так важно сегодня юношей воспитывать не только на словах, но и на реальных примерах патриотической жизни и служению Отечеству. Поэтому по благословению настоятеля Рождественского храма Протерея Александра Игнатова и по согласованию с руководством, для воспитанников русской православной школы состоялась экскурсия в шифровальное училище имени генерала Штеменко. Познакомились с территорией, показали, где курсанты совершенствуют свою строевую и военно-тактическую подготовку. Ребята посетили музей, познакомились с экспонатами не только времен Великой Отечественной войны, но и современными видами оружия. Рассказали об истории создания учебного заведения, о том, что это было Кубанское Мариинское женское училище, в котором были открыты классы с математическим, словесным и педагогическим отделениями. А для оценки знаний воспитанниц была принята 12-бальная система. Лучшие поощрялись серебряными и золотыми медалями и книгами. Мариинское училище считалось образцовым, и в 1888 году его посещал император Александр III. Здесь, кроме основных общеобразовательных предметов, девушки изучали чистое писание, домашнее хозяйство и закон Божий. И, конечно, при женском училище была домовая церковь. Сохранилась и фотография иконостаса. И там, где был храм и совершалась божественная литургия, ребята и педагоги вместе с батюшкой исполнили молитву. А затем на территории посетили храм в честь святого архангела Гавриила, небесного покровителя службы защиты государственной тайны вооруженных сил Российской Федерации. Необычные. Нас очень тепло приняли. Все понравилось. Много интересного, что рассказали. Так в целом, очень интересно все было. В завершении состоялась встреча отца Александра с курсантами военного училища, в которой были затронуты вопросы души, веры, верности своей семье и своей родине. Сам будешь хранить верность Богу, своей семье, своей жене, своим детям, которых будешь защищать. Вот это ты поймешь, что ты душу свою полагаешь за други свои. А Христос сказал, нет больше той любви, ежели кто положит душу свою за друзей с вами. Поэтому воин, это один из тех, кто первый, отходя из этого временного, временного, материального мира, переходит в мир духовный и наследует жизнь вечную. Поэтому, жертвуя собой, ты повторяешь подвиг Христа, который отдает себя на распятие, чтобы мы поняли и мы исправились и жили с Богом. Вот какая высокая у вас задача.